Торпедо Да Давно? ФИФА есть ФИФА есть? 23? И NBA Ю баскетболист Ты крутой, братан Здорово! Амонгос Амонгос У меня такого нету Игорь балуется Красивый Смотри, тебя сейчас какая-нибудь группа потом на аватарку сделает А аватарка Ну типа твой профиль фото А, профиль фотографии Да Там есть легенда одной группы Отличная Мне подходит Что за группа? Если я скажу, то они подумают, что они знаменитые Вау Ослик О, вот это вот отличная история Красавцы, кстати Молодцы Почти 12 часов потребовалась торпеда Для того, чтобы преодолеть расстояние От Нижнего Новгорода до Владивостока Заправка Новосибирске И вот В 6.30 по местному Времени мы На месте Добро пожаловать в Владивосток Добро пожаловать на Фетисов арену Сегодня здесь для торпеда начнется очередная выездная серия И наш соперник Адмирал Чуть-чуть добавили мне света И хотел рассказать вам про Адмирал Команда сейчас занимает четвертое место на востоке КХЛ Команда Леонида Тамбиева Очень прилично выглядит И особенно, наверное, прилично выглядит здесь На домашней арене во Владивостоке Не знаю, чему эта причина Потому что Часовые пояса или что-то еще Но мы готовимся И уже скоро начнем матч За моей спиной, кстати, Игорь Николаевич Уже примеряет скамейку Так что Совсем скоро начнем Ворон, давай веди Ну да, веди Ну еще Ну все Отваливаются, нижегородцы добивают. И это другой защитник отличился. Ух ты, на дальнюю прошла гор. Виноградов 2-1. Мы не рады всем вас, но сегодня вы хороший, мощный. Это достойно ваших эмоций, достойно ваших эмоций. Мы чижаем жидко. Мы получили панисменты. Похопы с парой приборе. С парой болеет. Поехали. Поехали. Молодчики, ребят, всех с победы, ребят, отыграли от начала до конца, ребят, как команда, как кулак, как коллектив, который изначально было видно, ребят, что вы пришли с целью для того, чтобы выиграть этот матч. Ты вы это сделал, и молодцы, ребят, гордимся им вами, и молодцы, ребят, готовимся к следующей игре. Значит, Кирилл, ты скажешь, да, пару слов. Ребят, молодчики перебороли, да, себя, выстояли. Кульба вообще красава в конце, тащил, как зверь, но я даю шлем человеку, который проспал здесь в полет. Виноградик. Молодчики, мужики, хорошая игра. Движемся дальше. Keep going, keep going. Владивосток подарил нам два очка, а это значит, что эта выездная серия началась с победы. Сейчас команда уже готовится к вылету из аэропорта Владивостока. Следующая остановка Хабаровск. Как это будет, смотрите, через мгновение. 24 часа прошло с момента старта матча во Владивостоке, а мы уже в Хабаровске, и совсем скоро начнется тренировка торпеды здесь, на Платиновом арене. За моей спиной еще счет прошлого матча Амура с нефтехимиком. Ну, меня специально, да, ставили, чтобы мы тебе посмотрели, что они обыграли нефтехимик? Так это же не важно. Для нас, да. Ты когда первый гол забьешь? Да, пора, походу. Ты все время отдаешь? Я пару раз видел, ты бросил. Да. Ну, мне, наверное, показалось. Пару раз за сезон. Мне, наверное, показалось. Ну, да, что-то. Что, как вообще КХЛ? Нравится? Вообще классно, да, слушай. Вот сейчас Хабаровский выезд, вот первый раз здесь. Владивосток не посмотрели, конечно. Мы же за городом были, да? Ну, да, да, да. Ну, вот Владивосток не посмотрели. Ну, говорят, там красиво. Хабаровский тоже особо не посмотрели, потому что что-то у нас в ИСА с ним не совпадает, и погулять не особо не погуляешь холодно, потому что... Ну, давай про хоккей. В КХЛ насколько отличается хоккей от ВХЛ, возможно. Ну, от МХЛ понятно. От МХЛ? От МХЛ, да. Слушай, от ВХЛ, ну, отличается, я думаю, что ошибок меньше прощают мастеров побольше. Ну, вышка тоже сейчас уже более-менее такая. Тоже читаю, там все говорят, и дорожка тот же, и Светизи. Вот недавно давал интервью, говорил, что ВХЛ тоже уже хороший уровень. Я соглашусь с ним. Зачем Винограды обижаешь? Лучшего игрока сначала отдал ему шлем, потом обижаешь его. Так прикормил потом, кнут и пряник. Как иначе с молодежью с этой? Смотри, зубы потерял где-то. Со мной не потерял. У тебя все свои зубы? У меня нет, сделано. Сегодня пока не готов пока не пробовать. Все, все. Понятно, пойдем у Винограда спросим. Виноград, ты где зубы потерял? В январе. Нижнекамск. За чайку когда играл? Да. Что, не будешь делать? В январе уже... Он не в январе имеет в виду, а во дворе. Да. А во дворе? Во дворе. В январе уже будут готовы. Тебе клюшка или как шайба? Локтем. Больно было? Нет. Там нервы не заделываются. Нормально. Неприятно было? Ну да. Понятно. Мастер, мастер. Коньки. Он чуть попыше, он как раз тут не упал. Толенчик, кого? Спасибо. Кингстоп. Кингстоп. Как-то в Гуи уже был, да? Тачка. Да, да, да. Куидо, двое часть пробил. Куидо, куидо. Сосилил гол у тебя, да? Сосилил гол получается. Спасибо за внимание. Спасибо всем за организацию. Великолепно, мои родители. Дрима, это правда. Да, конечно. Спасибо. На игре лучше получается. Да, да, да. Помогем. О, субрец. Опа. Опа. Давай, ты теперь. На шайбе, в отрос. Стесняется. Все, поехали домой. В Эстонии. Фотографируй меня. Созревай. Я нашел в себя друга фотографа. Ю. Ну как, получается, братан? Дай, 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 посмотрю. Классно? Вообще топ. Ооо. Ну все, подписываем контракт Ю. Он тебя подсаживает, блядь. Все, у тебя заменим скорую, Лю. Пошла работа. Сейчас 40 до игры. По-моему, как раз же команда уже разминается, готовится к игре. Мой юный репортер Юсан тоже работает сегодня. К сожалению, он пропускает игру. Небольшое повреждение получил в прошлой игре. Но я нашел ему работу, и сегодня он порадует болельщиков с и фото, я их обязательно выложу после матча. Поэтому, если вы еще и не видели эти фотографии, находите матч с Хабаровском и смотрите фотографии от Юсана. Он вот вовсю работает. Фирс еще-таки довольный, проиграл. Третий раз уже ухожу. Ооо, да, ухожу. Сортирует фото. Ну что, Ю, как? Получается у тебя? Ну, Саре Леха, как классно. Ооо, вообще огонь, давай. Оп, он. Да, Лехе понравится. Надеюсь. Так, вчера футбол смотрел? Да. Японцы вчера красавцы, конечно. Красавцы. Ты сильно радовался? Я кричал. Всех разбудил? Ты, Игорь, Игорь с тобой смотрел? Ну, первый танк только. Второй танк он не смотрел, я на телефоне смотрел. Чтобы он не разрушил, но... Я понял, спал он, спал. Красавцы. Сокол, ну расскажи, первое появление в составе. Волнуешься? Ну, есть такое, да. Неожиданно было, очень неожиданно. Я еще в молодежке даже не был заявки. Серьезно? Да. Ну, сразу КХЛ. Да. Ну, давай там, подбадривай под садок. Конечно. Ты, если что, готов выйти? Конечно, готов. Для этого я и выхожу. Ну, давай. Ну, вот здесь справляется Кальнедж и с отрицательного угла бросок. Да, да, это хитрец Игорь Зарионов. Еще момент, это гол. Забивают торпедовцы за 2-22 вторую. Ребят, собираем вещи, ребят. Готовим к следующей игре, ребят. Всем привет из Новосибирска. Сегодня торпеда здесь проведет свою очередную тренировку перед завтрашним матчем с Сибирью. Вчера, к сожалению, уступили в Хабаровске. В целом, играли, наверное, неплохо. Но чуть-чуть не хватило в реализации. Не будем сильно зацикливаться на этом. И будем готовиться уже к новым играм, которые уже завтра. В соперниках очень мастеровитый и очень вязкий клуб Сибирь. Сейчас мы готовимся к тренировке. Я нахожусь на скамейке нашей команды. И совсем скоро здесь появится Игорь Николаевич Ларионов. И, скорее всего, будет двигать эти скамеечки для того, чтобы парни сидели ближе. Раз-два! Раз-два! Ну что, не кататься больше. Быстро не ровно. Бредик. У тебя такая клюшка? Я прям стою, она по длине мне, как я на льду. Точность. Мастер. Вот, сокол пошел. Юрьич. Юрьич, ты сегодня катаешься? А на ворота может? На ворота может? Смешно. Майрон, как тебе ремонт? Ты тут играл, когда деревянные полы были? Да. Я играл, когда-то еще. Парас. Парас. А? Возьми у Толи, у него есть. Вон там, вон, сумка. Тебе сумка нужна? Посмотри в ней. Нет, Ирина. 60 лет. Ну нет, понятно. Ну ты был здесь, деревянная полыла? Тут такая вот. И как тебе? Ремонт. Я же здесь с севера. У меня там все нормально. Ювы. Юза болеет. Алло, вы че? Вы че? Что мы че? Тут тепло. Давай, давай, давай. Сейчас команда играет в формате все на все. Белый против синий. Игорь Николаевич тоже принимает активное участие. Напоминаю, у него сегодня день рождения. Кому я его поздравила. Поздравила по пути в Новосибирске в самолете. Ну и, конечно, сегодня. Уже официально. Это его день рождения. Ну вот, видим, Игорь Николаевич тут на равнисотечении. Катается. Я вам скажу, нисколько не уступает. Знаете, что еще забавно? Забавно то, что во время наших тренировок вот собралась такая фан-группа. Не знаю, у кого. Но я думаю, хоккей-торпеды сейчас привлекает многих. И, конечно, на нашу команду всегда приятно смотреть. И в каждом городе мы видим такую картину, что люди приходят просто посмотреть на тренировку. Да, партнера, наконец-то, на куковые, да. Понятно. Понятно. Паса тебе не нравится, но выхлопай. Если в ноль выхлопаешь, там пас-то и няч. Ну, 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 ты что? Ухлопай, нет. Одновременно. Если я сейчас в перекладину попадаю, то ты наверху ходишь и 10 отжиманий делаешь. Ты чё? Ну я вот прям с места, вот прям отсюда. Ну значит, ты отжимайся, чё? Так, пошло, пошло. Со мной не забалуешь. Лучший. Селенная река. Скажи, зачем? Тебя всё равно видно. Скажи, чё отцу подарил? Гол. Когда? Вчера. Так это не вчера. Вчера. Заранее подарки не дарят? Дарят. Не, в России не дарят. Я же не дарят. Ты же в России. Но я не буду менять свою культуру. Будешь, будешь. Не. Завтра ещё придётся дарить. Завтра уже поздно. Нормально. И до, и после. Всё, иди отдыхай. Пойдёшь? Куда? Силу. Куда? Силу. Силу. Нет. Он хочет. Глеб, что ты перерабатываешь? Я уже устал. Шайбу собираю. Заставь багу. Как тебе поездка на Дальний Восток? Тяжело, не тяжело? Как себя ощущаешь? По-моему, всё легко. Как ты себя ощущаешь? Я как достаю кайберу, вы всегда меняетесь. Почему? Ты сейчас такой весёлый был без кайберы. Рассказывал мне. Я весёлый был, пока в корзину не попал. Под ворона всегда весёлый. Но он тоже говорит. То, что я вещаю. Он вещает. Ворон! Ну, короче, как тебе? Как состояние, как состояние? Да не, ну, если бы пораньше мы прилетели бы в Володь Восток, то нормально было бы. А так и прилетели в час ночи поужинал. Тяжеловато будет. Выигрываешь, главное. Всё? Ну, как? Как? Ну, выиграешь. Всё правильно делай. Всё, всё выиграли. Задали тебе. Снимай его. Всё, я не снимаю. Может, посиди, посиди. Мама, папа, привет. У тебя отец же с тобой. А, ну, значит, мама, привет. Папа потом. Папа пока. С папой в гостиницу пересечёт. Папа смотрит? Папа смотрит по-любому. По своём кнопочном телефоне. Морозное утро в Новосибирске. Но утро это только для нижегородцев. Почти 10 часов на часах в Нижнем Новгороде. В Новосибирске на 4 часа больше. Совсем скоро третий матч везон серии «Торпеда» в Сибири начнётся. Но мы отправляемся к команде. «Торпеда» в Сибири начнётся. Чувствуешь? Чувствуешь по голову? Э, ты меня только не укладывай. У меня девушка есть. Так и что? Санька, смотри, ручки они уже вновь положил. Бот тоже смотрю. Почти в голову. Сейф. Прямо за моей спиной. Наша команда раскатывается. Это значит, что мы скоро выходим на игру в Сибирь. Последняя игра этой боедной серии. Пока не то, что мы хотим, получили, но у нас есть шанс не справиться сегодня. Сделать так, чтобы у нас было все в порядке. В плане настроения, в плане эмоционального фона. И эта игра, ребята, не исключение. Мы играем в Сибири. Это типичный хоккейный город. Полный стадион. Атмосфера шикарная. Но здесь нужна ваша голова, ваш характер, дисциплина, ваше творчество. Все, что мы хотим видеть сегодня. Полностью интенсивная, компактная, коллективная игра. Как бы там ни было. Держим спокойствие. Терпим. Моменты есть. Собиваем голы. Финальные цифры матча в Новосибирске застыли за моей спиной. 3-2 уступаем мы местной Сибири. Но дальневосточно-сибирское турне славится своей сложностью. Не все команды вообще забирают очки в этих городах. Но мы смогли забрать только 3. Сейчас нас ждет перелет в Москву, где 7 декабря мы сыграем с ЦСКА. Это будет заключительный матч перед паузой на Евро-тур, на Кубок Первого канала. Поэтому отправляемся в столицу нашей Родины. У этого стадиона было другое название. Здесь играл Спартак, Динамо, Москва и сейчас ЦСКА. Мы с вами прибыли в заключительный город нашего выезда, сложнейшего выезда по Дальнему Востоку, Сибири и Москве. Уже завтра мы проведем матч с ЦСКА. Ну а сейчас у нас тренировка, поэтому отправляемся в раздевалку, поговорим с парнями, посмотрим, что они делают. Потренируемся. Нужно все три монетки поймать. Опа! Опа! Лучший. Четыре теперь берет. Соберите. Три поймал, да? Да. Смотрят. Ты уже видишь, ты уже в порядке. Нет, надо там плечо. Сколько? Клограмм. Коляну засунь в карман, чтобы он на отдых с собой взял. Ты что, не отдохнул? Я жду, кто меня поднимает. Хотя, впирай. Давай работать. Раз, два, три. Раз, два. Теперь налет. Дальше уже два, один. Опа! Все войдет. Главное, чтобы вошло, что я в соболете снимал. Что ты сделал? В соболете снимал. Главное, чтобы это вошло. Блин, это было так давно, я уже не помню, если честно. Я помню. Четко, четко. Проеду. Так это не так давно было, что ли? Четыре дня. Пять дней, да? Такие пять дней ты что? Поскольку. Неделю. Во вторник мы улетели. Ровно неделю. Мы не замечаем ужасные выездки. Я говорю, как будто это в другом мире было. Не, арена хорошая. Бока здесь будет играть. Беларусь. На Кубке Бараконавра? Да. Братишка, он тренируется, лед изучает. Что самое важное, ребят, сегодня, ребят, это ваша концентрация, ваша отдача, ваш фокус и отдача все три периода, ребят. Командная игра, ребят. С этой командой команда рабочая. Там нет ничего особенного, да, но команда трудолюбивая. Поэтому, ребят, работа с шайбой, передачи, поддержка, все должно быть в течение всего матча. Только так мы можем, ребят, переиграть. Нам надо учиться уже, ребят, обыгрывать команды, которые выше нас. ЦСКА, Локомотив, СКА и так далее, ребят. Мы должны уже становиться гораздо сильнее, чем мы и есть. Поэтому сегодняшний матч, ребят, это хороший, хороший тест для всех, для нас. Да, понятно, сейчас перерыв и так далее. Ребят, весь фокус на игру. С самого начала, ребят. Начало. Никто не ленится, ребят. В обороне, в атаке, компактная игра, ребят. И шайбы спокойно. Контроль шайбы должен быть нашим. Момент везда, пожалуйста, бросайте. Все остальное, ребят, в наших руках. Так что вперед. Пока. Четвертый заключительный матч ЦСКА начнется совсем в полном. Буквально 15 секунд достал за стартового бросования. Ну а мы завершаем эту выездную серию. И эта игра станет заключительной. Давайте посмотрим, как мы ее сыграем. Чтобы играть с контролем шайбы и в атаке, это неизбежно. Ух ты, как мы увлеклись тут сейчас предсезонкой. И вроде бы такая шайба, которая не вытекала из большинства. Пока контролирует синюю линию. Коваленко и укладывает шайбу точно в угол ворот Рейде Борна. И на это требуется, ну, чуть больше 20 секунд. Классный лазерный бросок. Это откуда прилетело непонятно. Кирилл Воронин тонет в объятиях нижегородских парней. 30 секунд. Еще, еще момент. И вот это уже все. Николай Коваленко. Говорит ЦСКА спасибо за этот гостеприимный вечер. Молодчик, ребята. Проявили характер, отыграли потрясающий, ребят, матч. Да, были необычные слова, перерывы, да, во втором. Но, ребят, показали то, что коллектив и команда – это главное, ребят. Ребят, понимаем то, что это очень важно. Правильно отдохнуть, в то же время правильно подготовиться. Мы еще пока ничего не выиграли, ничего не доберись. У нас еще впереди сумасшедший матч, который предстоит выигрывать. Поэтому большая просьба от нашего тренинского штаба, чтобы, ребят, с Олдаком, ребят, была дисциплина правильная. Так, ребят, молодцы. Всех с победой, красавцы. Молодчики, мужики, всех с победой. Колян, красавчик, Ворона, тоже молодчик. Ну, кульба, все ничего. Мужички, мужички, послушайте, пожалуйста, секунду. Я бы этот шлем, честно, дал тренерскому штабу, потому что эти люди многое делают для нас. Много выходных дают. Мы, блин, заслужили это, и они тоже заслужили. Поэтому я отдал бы Игорю Николаевичу, потому что у него был день рождения недавно. Ребят, большое спасибо, ребят, за ваше доверие. И то, что мы сегодня сделали все вместе, ребят, это большая заслуга всех вас, всех тех людей, которые с командой, и массажисты, и Володи Щепалин, и доктора, и те, кто не играл, ребят, как один коллектив. Ребят, спасибо еще раз за доверие. Молодцы. Спасибо.